В Южной Казахстанской области появится сразу 4 крупных поликлиники на 500 посещений одновременно, рассказал Мукан Егизбаев. Также руководитель управления здравоохранения поделился, что уже в скором времени в Шимкенте появится новый онкодиспансер. И на сегодняшний день уже готовятся необходимые документы на его строительство. Новый больничный комплекс появится в районе Базарыка. Выделен земельный участок под строительство онкологического диспансера. Идет разработка проектной смертной документации, деньги выделены. В июне месяце эта работа закончится. Как закончится, пойдет процесс дальше строительства. Продолжается работа и по переносу туберкулезного диспансера за пределы города. Что будет с освободившимся зданием, чиновник от здравоохранения пока не уточнил. На сегодняшний день пациентам, которые находятся на лечении в туберкулезном диспансере, выплачивают пособия в размере 21 тысячи тенге в месяц. Пока подобная помощь производится в трех областях. Насчет туберкулезного диспансера земельный участок выделен. Сейчас на этот масляхат мы хотим выйти с предложением выделения денежных средств для разработки проектной смертной документации. Журналисты не обошли стороной вопроса передачи станций скорой медицинской помощи в доверительное управление иностранной компании. Неоднократно руководством здравоохранения говорилось о необходимости проведения модернизации работы скорой помощи и приведения ее в соответствие с международными стандартами. Эта фирма пока не выполнит свои обещания, поэтому на второй конкурс мы подаем. Еще не передан. Иностранная компания еще не передана. Мы еще раз тендер хотим объявить насчет передачи на иностранную компанию. А пока тендер не состоялся, в управлении здравоохранения идет подготовка к весеннему периоду. Закупается вакцина от ядовитых гадов и проводится профилактическая работа среди населения. О необходимости соблюдения санитарно-гигиенических правил и мерах предосторожности. Против ядовитых обязательно будет закупаться. Мы сейчас начали этот процесс. Сейчас начинаем закупать вакцину против гепатита. На данный момент у нас в конце года мы закупили, на данный момент хватает. Мы на второе полугодие хотим закупить против гепатита. Сейчас идет процедура закупа всех лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Вот эти лекарственные средства 100% будут закупаться. Высказал Мукан Егизбаев свое мнение по поводу одного из самых обсуждаемых в обществе вопросов. Об уголовной ответственности врачей за допущенные ошибки. Недавно главный врач республики заявил, что необходимо отменить уголовное наказание за врачебные ошибки. Ответ руководства облздрава был созвучен с мнением главы здравоохранения страны. Серьезно наказывать за врачебные ошибки нужно далеко не во всех случаях. Студенты, чтобы стать врачами, учатся 8 лет. А при наличии уголовных наказаний и количество желающих стать медработником может значительно снизиться.